Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире программа Подоплёка и мы продолжаем расследовать тему зелёной энергии. Ну, как вы знаете, благодаря механизму поддержки производства такой энергии на генерационных электростанциях, на конец 2017 года электроэнергия в Латвии для конечных потребителей была самой дорогой в Балтийских странах. Это признала Еврокомиссия, указав, что механизм компенсации производства зелёной энергии чрезмерен и нуждается в коррекции. Однако наше правительство выполняет поручения Брюсселя, как всегда, коряво и фальшиво. Почему так происходит? Мы сегодня будем разбираться с инициатором расследования механизма ОИК или афёры ОИК депутатом Сейма Иван Зариньшим. Добрый день! Добрый день! У микрофона автор и ведущая программы Подоплёка Людмила Прибыльская и мы приглашаем слушателей звонить к нам в студию, задавать свои вопросы, делиться мнениями по поводу зелёной энергии и того, как происходит у нас её субсидирование по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Будем рады выслушать ваше мнение Итак, у нас сейчас происходит в стране бурная борьба за то дело, которое вы начали и продолжали в течение, ну, скольки лет, наверное, пяти? Ну, в общем-то, первый раз, когда я старался, я ещё тогда работал, не был в политике и не собирался находиться. Это было где-то лет 10 тому назад, когда я правящий элитий указал, что, ребята, вот то, что вы делаете, приведёт вот к такими-то последствиями. Тогда никто не хотел... То есть, просто как гражданин Латвии? Не как гражданин, я профессионально занимался этими вопросами, я был членом правления, членом совета регулятора, и профессионально занимался этими вопросами, делал расчёты, и вот с расчётами показал, ребята, вот если вот вы будете продолжать в таком вот русле то, что вы делаете, нас ждёт вот такая-то беда. Тогда это ещё, я называл, что мы делаем себя палача народному хозяйству с этой схемой. И примерно очень точно близко к тому, что сейчас есть, вот посчитал, сколько миллионов мы будем платить вот примерно в это время. Ежегодно. И тогда никто не хотел это слушаться, меня просто объявили врагом национальной энергетики, и этим, скажем так, моя карьера в госструктурах закончилась. То есть, вас узнали с работы? Я очень хорошо осознавал, если я пойду, я буду поддерживать этот диалог и буду показывать, что на самом деле творится, то я понимал, что правящая элита не захочет, чтобы я находился на каких-то ответственных должностях в государственном секторе. Портил им малину. Да, ну и я был готов к этому, собирался уйти обратно в частный сектор, но тут вот внезапно Затлер распустил парламент и объявил новые выборы, и вот мне предложили, не хочу ли я уже на новом уровне пойти и, в общем-то, разобраться с этим всем бардаком, что происходит. Вот я этим и сейчас все эти годы и занимаюсь. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, я не знаю, насколько помогло, я надеюсь, что пользуются. Ну, я не вас лично имею в виду, а нас, как потребителей, что нашелся такой, ну, донхекот, который решил. Да, однозначно, это действительно донхекотство, очень неблагодарное донхекотство, потому что, ну, получается, ну, приходится бороться одним, можно сказать, с такой целой глобальной структурой, за которой стоят миллионы, адвокатский бюро, эксперты и так далее, который продал бывает все время, вот, чтобы эти схемы продолжались. И, к сожалению, то, что сейчас происходит, я вижу, что все равно, в большем счете, не происходит борьба с этой аферой, а новое создание, такая суета вокруг того, чтобы создать новое прикрытие, поскольку старое уже не работает, она разоблачена и создает сейчас новое, которое предподается как борьба с этой аферой. На самом деле, просто спускаясь немножко кровь, чтобы показать обществу, да, ну, надо зрелище, да, что вот что-то происходит, кого-то мы там наказали, там то-то, то-то происходит, а на самом деле это вообще, так скажем, такие маленькие щепотки от всей этой большой аферы, которой, ну, должно было бы заниматься, и с которой работа не происходит до сих пор. То есть, вот, обыски на станциях и пиар в прессе по этому поводу, это часть этой компании? Хотите, я вам расскажу, как это выглядит на самом деле, вот, с моего точки зрения, как человек, который, ну, компетентно ориентируется фактами и реальной ситуацией. То есть, сейчас самое большое, как говорится, такое пиар, которое делает Министерство экономики, которое, на самом-то деле, все эти года создавало и прикрывало эту аферу, и она в большом смысле ответственна за эту аферу, да, то есть, сейчас она говорит, что она очень борется всем с этим. Вот были эти проверки, там 300 больше, чем станции, якобы, которым проверялись схемы подключения, и там 134 станциям остановили эту поддержку, и там очень многие говорят, что, может быть, даже кто-то чего-то может и лишиться. Что на самом деле это? Значит, кому-то кажется, что это, да, действительно борьба. На самом-то деле. Почему? Почему вообще вот такие проверки, именно вот такого одного аспекта, вот этих схем подключения, сейчас были произведены? А дело в том, что еще больше, чем год назад, где-то полтора-два года назад, я доказал одну такую очень принципиальную вещь, где происходит одна из схем мошенничества в этой всей аферы. Она связана с тем, что по закону станция вправе продавать по этому повышенному тарифу только тот объем электричества, который остается как, ну, парпликомс. Избыток. Избыток после самопотребления. То есть, вы производите электроэнергию, вы сначала ее пользуете своим нужным, что вам надо там, свои генераторы, там, насосы и так далее. И то, что остается, это вы продаете по этому повышенному тарифу. Только вот этот избыток, да. И это определено… Ну, условно я могу проиллюстрировать так. Вот я знаю, что когда-то у нас было предприятие «Юглас Мануфактура». Оно потребляло довольно много электроэнергии, и они создали у себя когенерационную станцию прежде всего для того, чтобы обеспечить собственные нужды. И вот у них, наверное, какой-то образовывался избыток, который они могли продавать. Ну, как… Ну, это как пример, но я могу так, скажем так. Каждая станция, чтобы она могла работать, она должна не только производить электричество, но она и потребляет ее для своих нужд, чтобы это все работало. И вот, чтобы было понятно слушателям, да, возьмем, к примеру, когенерационные станции на биомассе, то есть, те станции, которые получают эту поддержку, да, то они о самопотреблении, ну, это зависит опять от технологии, уровня, там, какого-то производства, и там, не производства, а режимов, да, но примерно это может быть с 20% и больше от всего, от всей электроэнергии, да. И вот, если мы возьмем хотя бы такую маленькую, ну, одну станцию с одним, хотя бы с одним мегаваттом мощности такой станции, да, в основном станции там стоят вокруг, они больше, там, 2-3 мегаватта, да, ну, вот 1 мегаватт, да, то в такой станции, если она вырабатывает весь тот объем, который Министерство экономики ей… Разрешила. Разрешила продавать в качестве обязательной покупки, то годовой объем, который мы будем должны доплатить, это может получиться еще дополнительно той рыночной цене где-то миллион евро в год доплачивать, да. То есть, ну, если цена рыночная выше, то меньше, да, скажем, при рыночных ценах, там, это может быть 90 тысяч, да, там, в год, да. То есть, если 20% от миллиона, то это 200 тысяч, которые как будто, ну… Должны использоваться на то, чтобы крутились насосы и так далее. Да, но что сделал Министерство экономики? То, что я в своем расследовании раскрыл, что Министерство экономики, когда она выдавала эти разрешения на закупку, она их выдавала на такие объемы, что коммерсант может продать по этому повышенному тарифу полностью все, что он производит, и еще больше, да, там, чем он производит, да. А это значит, что дальше? И если Министерство экономики дальше это эффективно не контролировало, то что делали коммерсанты? У них появилась мотивация продавать вот все, что они произвели. Поэтому по повышенному тарифу, а себе покупать? По обычному. По обычному от Латвенерго. А для этого нужно было бы создавать тогда схемы подключения, потому что электричество пока что по воздуху мы не можем столько передать, да. Значит, надо было делать эти схемы подключения. Когда я доказал, что есть такие мошенничества, что Министерство экономики это не только не прикрывает, но создало такую систему, что мотивирует так мошенничать. Что сделал Министерство экономики? Это было где-то полтора года назад. А на срочном порядке, вместо того, чтобы начинать это все проверять, она изменила правила, которые регулируют все эти проверки, в которых написала, что она может это делать только в этом году, начиная с 1 июля. То есть, дала полтора года времени. Почему? И она сама это подтвердила, сказала, потому что если мы сейчас начнем это все проверять, то очень многим мы должны будем отнять эти лицензии, разрешения, потому что они нарушают. Они нарушают это правило. Вот то, что прописано в законе 14 лет уже, мы не проверяли. Мы знаем, что они занимаются такими мошенничествами, и мы поэтому не будем еще как проверять, а дадим им полтора года. Вот сейчас эти полтора года прошли, и вот сейчас то, что говорится, вот эти легендарные проверки, которые прошли, все станции проверили, схемы подключения. И я был действительно изумлен, узнавая то, что еще там с большинством 130 станций, которые до сих пор эти схемы не переделали, то есть не скрыли эту схему мошенничества, да. А что дальше делать в Министерстве экономики? Вместо того, чтобы сейчас сразу по этим всем фактам обращаться в полицию, в правоохранительные институции, чтобы те завели криминальные дела и начали расследовать, нет ли там мошенничества. И, скорее всего, мошенничество в особо крупных размерах. Потому что то, что я вам объяснил, да, скажем, хотя бы берем один мегаватт станции, да, вот если она в год, там она может там смошенничать сотни тысяч, да, сотни тысяч евро в год может, да. Это может быть за это время вообще миллионы накопиться, да. Что делать в Министерстве экономики? Она говорит, ребята, мы даем вам еще месяц, мы вот сейчас приостановим поддержку, дадим вам еще месяц, давайте, ну, вы ступили, не скрыли это, давайте сделать все как надо, чтобы нам не надо было вам отнимать эти разрешения, чтобы мы потом дальше могли вам платить эту поддержку. Ну, консульте виспирмс, консультируйтесь с самого начала. Это Министерство экономики называет борьбой с Айкаоферой, предподает, старается предплатить ему обществу. Я это считаю, что это, мне кажется, идет просто, ну, наглое прикрытие мошенничества особо крупных в размерах, которые предподносит общество, как борьбу с этим всем. Ну, это я так вижу, и это вот я вижу наглядно вот на тех фактах, которые у меня есть. Там даже, понимаете, и что вообще иронически, да, что, ну, в этом случае я говорю, это увидишь только две сценарии, или Министерство экономики занимается прикрытием Аферс особо крупных в размерах, или она вообще ничего не понимает, что она делает, и не смыслит вообще, у нее нету компетенции, потому что в этих ситуациях элементарно убедиться, есть ли это мошенничество или нету, потому что схема подключения, все потоки, они регистрируются в системном операторе, мне кажется, он должен сохранять 5 или 10 лет все эти данные. То есть вы взяли и посмотрели, как там шли. Конечно, одно дело. Потом другое, вы берете отчеты Министерства экономики, которые вам посылаются регулярно, где эти коммерсанты говорят, сколько мы произвели, сколько продали и так далее, и так далее. Элементарно, вы берете эти цифры, смотрите, совпадают, не совпадают, что там получается, да, и все, и все сразу ясно. Вместо этого Министерство экономики не производит такие проверки, такие элементарные функции. Вместо этого не говорят, ребята, ну, давайте, давайте переделайте все, потому что в этих правилах, которые не изменили, в правилах, которые, вот, согласно которым Министерство экономики сейчас действует, они там написали, что мы можем проверять только актуальную схему. То есть, если вы сейчас ту схему, которую вы мошенничествовали, измените и сделаете все правильно, то мы проверим, что у вас все правильно и все в порядке. Молодцы, ребята. Да, и вот это то, что сейчас произносят и показывают, как героический подвиг, как идет борьба с этой аферой. У нас есть звонок, сейчас мы послушаем радиослушатели. Добрый день, говорите вы в эфире. Добрый день, у меня появилась идея. Давайте, Роман, выберем инициативу вот этому парню «Орден трех звезд». Это реально крутой, он красавчик. Мужик, я горжусь тобой. Спасибо, спасибо. Спасибо, да. Ну, то, что я рассказал, это то, что я сказал, один маленький нюанс из всего этого, что я расследовал. Вот, скажем, в течение моего расследования были где-то более 20 затребований, таких запросов, которые каждый, как маленькое исследование, как маленькая парламентарская комиссия, это их было больше 20, это только один из них. Ну, чтобы понять этот объем работы, который сделан. Поэтому я об этом могу говорить очень убежденно, очень компетентно о том, что на самом деле сейчас происходит. Ну, слушайте, значит, достаточно посмотреть на сайте Сейма вот этот список запросов, вопросов, и буквально чуть ли не каждую неделю азареньше по поводу ОИК с тремя восклицательными знаками, запрос Министерства экономики и так далее. И если открыть каждый из этих запросов, то там еще несколько вопросов. Вот они что, ну, как бы, ну, считали это какой-то, вот, вас как какую-то назойливую муху, которая бьется в стекло и пытается им там что-то донести, а они, отвечая вам, ну, должны, наверное, были отвечать по существу, продолжают делать то же самое. Вы говорите, это может быть или вот операция прикрытия, или просто некомпетентность, но за время этих хотя бы запросов вы уже их так просветили, наверное, по поводу их некомпетентности, что просто ссылаться и играть на дурака там очень трудно. Ну, в отношении меня, конечно, конечно, они не могут так играть, потому что я понимаю эту игру, я ее увижу, да. То есть, ну, а в отношении других, они-то это то, что сейчас делается. То есть, в чем заключается сейчас игра? Если раньше это все просто грубо скрывалось, то есть, можно было это делать, и никто как будто, ну, и все проходило, то сейчас уже просто так это делать невозможно. Сейчас нужно параллельно создавать какое-то прикрытие, показывать, что что-то происходит, что там что-то проверяется, что действительно мы что-то делаем, да. Имитация бурлогетности. Да, но с одной стороны, опять, если человек некомпетентен, если он не ориентируется в этом вопросе, вот как нормальный человек, который не в эту тему не вникал, но он просто слушает, да, вот там столько-то, столько там отняли лицензий, да, там разрешений, там столько-то, столько-то там криминальных процессов введено, там того-то, того-то там отстранили, да. Им кажется, да, ну идет борьба. А реально, если вот посмотреть по любому вопросу, вот вы можете взять любую то, что они говорили, как они там борются, и я вам покажу, как там на самом деле, что за кухня творится. Хотя бы, например, вот все эти проверки, которые раньше были, которые там говорили, как мы всех сейчас проверяем после этих, ну, сюжетов, когда нашлись, что эти контейнерные схемы, да, когда там по бумагам, когда, ну, ты приезжаешь по бумагам, там, в Министерстве экономики, как будто реальная работающая кондиционная станция, прилежают журналисты, а на самом деле там зеленое поле, ничего там нету, да. И там, как они потом это все проверяли, там, мол, там кровь из носа, а на самом деле, что мы сейчас, когда узнаем, там вообще за это все время, там только несколько станций вообще проверили реально, да. И, в общем-то, на самом деле, ну, проверяли, проверяли станции, по которым вообще-то проверять ничего уже не надо было. Там по документам видно, что эти станции реально нету. То есть, если ты не дурак вообще, вообще читаешь эти бумаги, там черно-по-белом написано что ничего не не делать что и там нет никаких мощностей реальных не работает да они проверяли как будто вот эти станции говорили как мы сейчас боремся как мы аннулируем сейчас эти разрешения на самом деле там вообще без без всякой борьбы уже давно они все должны были были быть аннулирование а почему это делать потому что в это время реальный реальный схемы которые реально где сотни тысячи может даже миллионы до уходит там мы выплачиваем там где не положено было бы плать они не проверялись и до сих пор не проверяются в основном и когда спрашивают почему не проверять опять идут всякие отмазы да там и там скажем по тем проверкам которые там есть я смотрю я сразу вижу под документом ребят ну тут явно видно что мощенчество что там скажем самопотребление почти на ноле по технологии которая там как минимум 20 процентов должно быть да а ничего не делает спасибо ивар за ваш комментарий и за наш интересный разговор сейчас мы прервемся на новости рекламу а через пять минут вернемся в эфир и продолжим разговор о том как министерство экономики прикрывает мошенничество со и к и почему мы все за это заплатили уже почти 2 миллиарда евро ну вот значит наша зеленая страна которая благодаря каскаду доугавских гэс и так имела наверное одну из самых крупных долей зеленой энергии в общем она балансе производства электрической энергии когда побежала впереди паровоза с под флагом зеленой энергии но интересно что при этом вот этот механизм продажи этой энергии и взыскание денег с потребителей почему-то не был согласован в еврокомиссии как это произошло ивар да ну ты такая это было тоже одна из всяких аспектов этой аферы которые расследовал и как это получилось получилось следующим образом дело в том что по правилам евросоюза мы члены евросоюза то и значит у нас есть какие-то общие правила которые мы должны соблюдать и там есть такие общие правила общего ринка и по этим правилам определено что члены евросоюза государства члены евросоюза не вправе предоставлять государственную поддержку своим коммерсантам без предыдущего раз согласования это с еврокомиссией и вот и получилось так что в момент когда у нас был либерализирован рынок электроэнергии считаю что это 2007 год но на самом деле тоже было же раньше да но официально там считать 2007 год то есть с этого момента такая схема она если она не была согласована с еврокомиссией она незаконна она не была согласована с еврокомиссией она была согласована только 2017 году то есть получилось что 10 лет мы не только переплачивали мы еще это делаем незаконному это была незаконная поддержка то это очень ясно и четко определено правовых нормах евросоюза то есть если поддержка не согласована с еврокомиссией то она незаконна и в связи с этим исходящим обстоятельством то есть на самом-то деле вот каждый который мы сейчас переплачивали плачет ли это незаконной поддержкой он вправе обрешать сейчас суд и просить чтобы его чтобы ему компенсировали те убитки которые он из-за этого и такого незаконной схемы получил каждый из нас жители латвии может быть сумма такому да да может быть дело в том что суд то будет дорогой да и поэтому наверное смысл обращаться только тому кто ну скажем большим потребителям которые там миллионы заплатили вот они могут обратиться и они они получат какую-то компенсацию может не всю сумму но опять-таки получат компенсацию от кого от государства латвии то есть из кармана налогоплательщиков а потом дальше это опять дальше смотреть как это вообще ну как это уже государство будет решать то что я предложил я предложил механизм как бы правильно это было бы надо было бы на это все смотреть чтобы все вот то что было напортачено чтобы это имелось в виду уже и компании и при том когда рассчитывать сейчас будущее поддержка потому что одно дело то что мы сейчас заплатили там эти два миллиарда или немножко больше да но дело в том что мы тогда продолжаем платить и если схема то остается там еще миллиард наберется может еще и больше да то есть и весь вопрос о том что как правильно нам часто сделать ладно прошлое прошлое но и надо смотреть дальше что происходит да то есть параллельном мы разу надо разобраться с прошлым да кто был кто виноват и что это одна часть вопроса данная droite это что делать дальше да и вот это мне кажется самое начнущее к сожалению то что мы сейчас видим что министерстве экономики просто создает прикрыть и я не просто этой фиаря уже создает понимают что это прикрытие она сложностью создавать что-то надо делать вот есть тот кто все не смотрит затылок я там и говоришь что ребята бьет по пальцам все время да то то что сейчас происходит министерство экономики создает уже новую аферу новые 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 механизм то есть на аналогии предыдущие когда европа нам требовала якобы требовал на самом-то деле мы сами запросили что мы хотим такие большие ставки большие нормы выполнять чтобы она вам поставила задачу и аналогичным образом сейчас министерство экономики то что скрывается от от общества это идет так называемые переговоры по согласованию плана энергетики и климата каждое государство и там опять новые цели которые мы согласовываем с европой что мы будем выполнять это что сейчас министерство экономики делает опять там ставит эти нереальные цели повышает нормы которые вообще европа на самом деле нам не требует скажем по электричеству да действительно мы должны там двигаться в сторону зеленой энергии зеленая энергия не только электричество электричество самое дорогое да там есть еще тепло есть транспорт да и то что министерство экономики сейчас опять повышает эти цели чтобы потом сказать ну видите у нас нет варианта надо выполнять а как выполнять ну надо доплачивать иначе не выполним это то что сейчас опять создается и это конечно опять умалчивается об этом он наверное никто не слышал все слышат только как идет геройическая борьба с мошенниками хотя на самом деле есть сейчас звонок давайте послушаем слушатели добрый день мы вас слушаем здравствуйте скажите пожалуйста а вот в том что такая схема финансирования зеленой энергии оказалась не согласованной с евросоюзом какую роль играет в этом еврокомиссар играл в этом еврокомиссар валдис домбровских есть в этом какая-то его заинтересованность спасибо ну я думаю как еврокомиссар он не играл никакую роль но как политик который был долгое время руководителем государства правительств которые осущен партии которых осуществляли это афера он имеет очень прямо такой очень тесно и думаю связь на сказал сам я думаю не я не думаю что он сам был бы вовлечен в это все просто это все происходило во время его правительство во время тех партий которые скажем так и партии единства во время партии единством было выдано больше всего лицензии скажем один мисс министр кампорс когда я делал расчеты но год назад то получилось примерно в 70 процентов всего времени о и к мы платим за те разрешения которые выдал артис кампорс то есть генеральный секретар той партии от кори от которой сейчас выступает имеет свои злачные места валдис дамбровский ну вы еще напомнили в одном из интервью что на самом деле закон согласно которому были введены эти платежи за зеленую энергию был принят в бытность министром экономики криши не сокаринши он он красный отец этой системе именно он создал такую вот вот правую правую основу в которой прописал что ребята вот вам полный кармбланш единственное что он четко прописал это что вы все будете платить это единственное чем он позаботился в этом законе а дальше давай полный кармбланш правительству мол определите как вы хотите что вы хотите и определяю что все это мы оплатим вот такой закон он создал может быть сейчас ему просто неловко в роли премьер-министра так сказать разрушать все то что так строилась такими усилиями его партии в течение теперь уже сколько 14 лет ну я очень надеюсь что парламентская комиссия и с этим разберется хотя надежда мало на это видя как они работают но и тем более что тем более что скажем так руководителем бюро премьера как раз человек который очень долго и очень много и плотно занимался этим ой к вопросами кто это это патман икс он раньше был министерстве экономики один из главных чиновников ответственные за эту аферу а почему вы кстати ушли из комиссии я ушел по очень простому поводу потому что все таки я уже имея какой-то опыт парламентарские работы я работал в одной из такой комиссии видел работу много таких комиссий и к сожалению я к сожалению должен сказать что у нас пока что наше законодательство сделан так что мы можем как демократической стране действительно можем сделать вот комиссию по расследованию почти любого вопроса опызите может его сделать но дальше его расследовать все сделано так что это будет невозможно то есть есть одни которые создают эту комиссию а потом есть другие которые перехватывает инициативу руководство и потом уже исходя из их усмотрений дальше ведет эта работа и это был повод почему я вообще никогда не хотел создавать эту комиссию расследовал это один потому что понимал что до одному мне будет очень трудно но один я могу делать то что я считаю правильно вот то есть есть не если три способа как парла депутаты то есть могут контролировать исполнительную власть это через вопросы через эти запросы когда каждый запрос это как маленькое расследование да там созревается комиссия по запросам он рассматривает этот вопрос аналогично как вот делаешь где будут делать это сейчас эта комиссия расследования только тогда это комиссия расследования там делает много всяких там я вот выбрал именно это почему потому что я знал что если я это делаю сам меня никто не может не управлять не может создавать мне ложную повестку дня и говорить занимайся извините какой-то чепухой я знаю чем надо переводить стрелки да и что очень примечательно что когда я вот занимался этим затребованием ко мне подходили депутаты именно те депутаты из тех партий которые замешаны в этой партии которые в этих находятся в этих схемах говорил но ивар ну хватит ну давай создавай комиссию расследования чего ты там занимаешь своими запросами да устал ведь наверное уже да вот а именно поэтому и специально ты не делал потому что знал что чем это закончится но потом когда у нас был сейчас выбор и новые партии которые сказали да мы хотим расследовать ну давайте ребята будем расследовать да там сперва украли деньги а потом ваши идеи да да нет почему наоборот мы сделали очень хорошо я время наоборот я всегда готов делиться своими идеями все вот ребята кто хочет тут работы столько давайте подсоединяйтесь там впрягаетесь да я я с радостью поделюсь той той ношей который я сейчас на себя несу да и вот эта комиссия то же самое я им помог приготовить эту комиссию как она должна выглядеть стоить задачи и и она очень четко прописано да и потом дальше предложил что я готов ее ввести но если бы большинство сразу проголосовал против меня что я не не должен быть руководителем руководить этим процессом тогда все ясно зачем мне там дальше это значит даже даже это уже не как фабула крилова да про лебедь рак и щука которые тянут а тут вообще я один в одну сторону и там большинство другую сторону зачем мне это надо тогда я лучше занимаюсь даже своим делом то что я делал и знаю что я свое дело знаю как делать они позанимаются своим делом и посмотрим кто чего сделает еще один звонок слушаем вас говорите добрый день ну хорошо если если вот представить силу от этого значит противостояния вот миллиарды и вот эти персоналии дамброски каринч кампорс ашераден не мира сейчас павлю со всеми своими партиями структурами но получается это просто борьба с ветряными мельницами то есть от сутра мы про медицину как миллиарды уходят сейчас про значит эту зеленую энергию вечером про дороги но бесполезно наверное все таки то есть вот на что вы надеетесь вот вот эти люди они же заинтересованы прямо вот косвенно смысле прямо заинтересованы не то что в расследовании то чтобы не прекращался вот этот поток денежный в карманы их и вот этого окружения то есть это огромная сила с этими деньгами на что тут можно рассчитывать всего хорошего спасибо вам за вопрос спасибо ну как вы видите на что-то можно рассчитывать все-таки какие-то процессы идут должны как мы видим вот все-таки какие-то продвижения есть ну то есть если вот как вы говорите сейчас будет установлено что какие-то станции работают незаконно и им будет прекращена поддержка то это прямой такой эффект который могут получить потребители от того что они перестанут платить это как бы программа минимум нет то что я я расскажу как я это вижу то есть на чем я рассчитываю я сразу скажу и рассчитываю на скажем так гражданскую зрелость нашего общества которая долл в течение этой аферы как-то должна созревать и увидеть в общем-то что на самом деле творится потому что очень долгое время наше общество обманывали как нас как как нами манипулировали самое главное это было чтобы расчленить нас то что есть там ну скажем так русскоязычные есть и есть коренная нации которая учитывает себя обдрав да это да что они обижены другие другие в опасности и этим нам манипулировали то есть говорили что неважно неважно что мы тут делаем важно чтобы были говорится правильные с правильными неправильные отдельно да а это 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 самое самое погубительное для нашего государства если мы хотим быть демократической страной то сила демократии в том что есть полноценная политическая конкуренция что в этой конкуренции побеждать самые лучшие самые честные то что происходит скажем мы видим вот скандинавии тот этот процесс прошли этот каждый раз в этот процесс происходит через выборы когда выбирается и из и создается коллекции не по принципу шкурности да скажем так правильные исправленными неправильные отдельно а по принципам действительно что вот создают те правительства, которые, ну, скажем так, в этой политической конкуренции в лидерах становятся самые достойные, да, и через эту аферу мы можем показать, как это все происходило в этой стране, это то, чем я занимаюсь, показываю, что на самом деле проходило, что нету таких правильных, неправильных, да, если система не работает, если нету вот этого механизма политической ответственности, которую в нашей стране нету, те, которые у власти могут делать что хотят, могут врать, хотят, и им это все пройдет, да, то мы получаем все время такие аферы, и это только одна из афер, но она очень хрестоматична, она наглядно показывает, как делается дела в нашем государстве, и потом через этот пример вы можете увидеть все остальное, и вот моя надежда в том, что общество включится, и начнет требовать ответственность за все это происходящее, да, что я могу сказать, что лед тронулся, я не знаю, пойдет он дальше или не пойдет, но то, что у вас вот то, что сейчас происходит, за какие-то процессы, да, то есть это как будто тайная стала явным, да, и что-то с этим явным надо делать, но сейчас его опять старается прикрыть, то, что я стараюсь, я стараюсь не дать опять это прикрыть, опять разоблачая, показывая, что на самом деле происходит, и вот если дальше пойдет этот процесс, хотя бы на шаг дальше, вот, к примеру, то, что я сейчас сделал, что мне удалось сделать, одно такое, я считаю, большое дело насчет борьбы с этой аферой, перед выборами, я использовал правильно политический момент, и у меня удалось протолкнуть в парламент изменение законопроекта, закона, который вот регулирует... Об энергетике? Да, по рынку электроэнергии, да, который вот регулирует эту отрасль, и там внедрить правильные принципы, которые должны быть соблюдены. Они почти прошли до окончательного чтения, но не хватило там недели, но они остались так-так на промежутке, и этот парламент их перенял, и сейчас вот борьба идет вокруг этих изменений, где Министерство экономики сейчас старается их торпедировать, но там очень много нужных вещей, и если их удастся отстоять, и вот если общество будет за этим следить, и бить по пальцам, и спрашивать Министерство экономики, а почему вы хотите опять вот то-то-то изменить, почему вы хотите изменить там дефиницию поддержки, почему вы хотите сделать так, чтобы вся поддержка там не высчитывалась, да, почему вы хотите сделать так, что система контроля станет бессмысленной, да, скажем, отдельность таких вот опять манипуляций, да, Министерство экономики говорит, ну вот сейчас мы в закон подали поправки о том, что вот будем наказывать коммерсантов, там, в штрафе в тысячах, да, что за каждое, эти вот нарушения. Ну, они получают 100 миллионов, а им дадут тысячу штрафов. Понимаете, для общества это звучит, о, молодцы, действительно, наконец-то борются, наконец-то заплатят штрафы. Ребята, эти штрафы такие, что вот, скажем, ПВНщики и там отмыватели денег за такие, за такую систему, они бы там даже не мечтают возможность так отмывать нелегальные доходы свои, да, то, что сейчас предлагает Министерство экономики, как борьба. И вот таких опять нюансов куча. И это то, что я сейчас занимаюсь, блин, очень, скажем, на днях будет там моя статья в Делфи, вы сможете прочитать, что на самом деле сейчас происходит. Да, я вот сейчас заканчиваю и в ближайшие дни, я думаю, она будет публикирована, может, или в моем Фейсбуке, может зайти, там очень много интересной информации, и там будет и та же статья, и много интересных материалов. Примем последний звонок еще. Слушаем вас. Алло. Заговорили, наверное. Алло, добрый день, слушаем вас, говорите. Добрый день, я, у меня комментариев немного, я просто хотел пожелать Ивру сил, нервов, терпения, чтобы все у него получилось, и просто, ну, вы говорите абсолютно правильные вещи, и оставайтесь таким же, главное, не запятнайтесь, и все у вас получится, станете локомотивом. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо, я могу с убеждением сказать, что я себя не запятнаю, у меня есть определенная мысль, с которой я пришел в политику, я ее думаю выполнить, что бы это ни стоило. Действительно, силы, терпение, нервов надо очень много. Ну, на этой оптимистической ноте с пожеланиями всего самого лучшего и позитивного Ивру мы завершаем сегодняшний разговор. Хочу вам напомнить, что записи нашей программы «Подоплека слюзи Прибыльской» вы можете найти на ютубе и прослушать или порекомендовать своим друзьям и знакомым ознакомиться с нашими расследованиями, в том числе с программой, которая прозвучала сегодня. Я надеюсь, что будут еще публикации, прибавится подписчиков на страницу Ива Розариньша в фейсбуке. Действительно, гражданское общество начинается с одного человека. И вот наш сегодняшний гость этот оказывает, я напоминаю, это был депутат Сейма от партии «Согласие» Ива Розариньш, дипломированный экономист. Отличник. Отличник, да, выпускник Екопилской первой средней школы, которая самая лучшая, как он говорит. Вот. А в следующей программе подоплека мы разберемся, как в Риге назревает монополизация услуг по переработке мусора, кто выступает ее заказчиком, и почему мы платим за это все больше и больше. Проверку на цивилизованность нам обещают уже ближайшие два месяца, когда всех поголовно обяжут заключить новые договоры о вывозе мусора аж на 20 лет. Слушайте программу подоплека в следующий четверг в 12 до 13 часов. Всего доброго. С вами была ведущая Людмила Прибыльская.